Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, но сегодняшний наш разговор будет не про виноград. Пока виноградные лозы взрослые еще спят, черенки не так давно поставлены на пророст, я решила показать, чем же я занимаюсь в это время. А в это время я собираю семена различные и начинаю выращивать рассаду. Конечно, кроме винограда определенные овощные культуры я уже выращивала на приусадинном участке. Немножко выращивала томатов, немножко огурчиков, немножко какой-то зелени. Но потребности растут, потребности выращивания растут. И сейчас все мы понимаем, что такое, к сожалению, настает не самое лучшее время, когда какие-то овощные культуры, которые мы можем вырастить на наших участках, могут стать нам хорошим подспорьем. И сейчас немножко расскажу, что же я здесь приобрела, что у меня за семена. Я купила физалис ягодный, но физалис вообще купила по той причине, что когда-то давным-давно в моем детстве физалис выращивала моя мама. И мне запомнился вот этот приятный вкус детства, ну и захотелось повторить, поэтому физалис. Ну, конечно же, всякие салатики, зелень. Попробуем с арбузиками, что у нас получится. Ну, это пока что все высаживать рано. Купила еще в этом году вот такую вот интересную по типу романеско-итальянской цветную капусту. Тоже посмотрим, что из этого получится. Понятно, что огурчики, тыковки, вот такие вот культуры. И в этом году первый раз я решила вырастить рассаду томатов. Вообще томаты я ращу не первый год, но мне всегда рассаду выращивала мама. В этом году я решила и сама немножко вырастить. Конечно, часть мне все равно будет выращивать мама, но часть я решила вырастить и сама. Сортов я взяла немножко, всего лишь три. Вот два красненьких и желтеньких. В принципе, я даже не буду сильно называть эти сорта, потому что, ну, каждый выбирает все равно под свои вкусы. Там открыты-закрыты грунты и так далее. Я в этом сезоне планирую выращивать все только в открытом грунте. И вот взяла три разных сорта и думаю посадить буквально по 5-6 штучек. Для меня и моей семьи этого будет вполне достаточно. Ну, правда, некоторые семена продаются в таких пакетиках, что там всего лишь 7 штучек. Конечно, там я беру все, потому что, как бы наше министерство сельского хозяйства не говорило, какие у нас классные семена со всеми документами. Ну, вероятность того, что из 7 штучек прорастут абсолютно все. Не факт, что это будет. Ну, и высаживать 5 и оставлять 2 тоже как-то не совсем хорошо. Значит, я не руководствуюсь какими-то там правилами, еще чем-то. Моя мама всю жизнь мою выращивала рассаду. И, в принципе, я много чего делаю по тому же принципу, как делала она. Единственное, что я буду все высаживать сразу в торфяные горшочки. Мама всегда высаживала в какие-то емкости. Томантики всходили, потом она их пикировала. Ну, я немножко ленюсь, вот, и поэтому я сразу все высаживаю в торфяные горшочки. Я считаю, что мне так будет удобнее. И изначально, то есть мне не надо будет проводить вот эту операцию пикировки. И потом тоже торфяной горшочек мне будет очень удобно высадить в открытый грунт. Дальше, что я сделала? Я семянки намочила. Хотя тоже есть разное мнение. И те, кто там занимается рассадами. Некоторые говорят, что нет, замачивать не надо. Но, повторюсь, мама моя всегда замачивала семянки. И, в принципе, например, когда я в некоторые годы огурчики тоже высаживаю на небольшую рассаду, то я обратила внимание, что если семена не замачивают, то потом они могут как-то не очень хорошо сходить, долго. С замачиванием как-то проще. И, например, в томатах тоже вот я замечала, бывало, что уже начинает проклевываться, а сама вот эта семечка с листиков не исходит. Ее как-то надо отмачивать. Но это тоже лишние проблемы. Поэтому я решила замочить даже те семена, которые были как бы протравлены. Вот эти вот. Они были протравлены. Но тоже на огурцах я посмотрела, что даже такие семена у меня лучше прорастают, в случае, если я их замачиваю. У меня буквально пару дней постояли мои семянки во влажных тряпочках. Вот. Крышечка, тряпочка. Ну и вот несколько семянок. Видно, что они набухли. Конечно, можно было бы подождать, чтобы у них на носиках, прямо когда росточек проклевывается, тогда вообще все понятно, что семянка живой и точно оно прорастет. Но я уже дальше ждать не буду. У меня есть время высадить их сегодня. Значит, сегодня я их и буду высаживать. Ну вот как раз таки здесь даже вроде как вот здесь есть какой-то намек, что семечка наклюнулась. Ну и теперь я проделываю зубочисткой небольшие отверстия в горшочках. Уберу зернышко, оно хорошо цепляется, мокрое, на зубочистку, помещаю туда, закапываю и сверху немножечко проливаю водичкой. Конечно, это не мастер-класс, это не какое-то обучающее видео. И я не являюсь специалистом по высадке и выращиванию рассады томатов. Я всего лишь сегодня вам рассказываю, что я делаю. И все это я стараюсь сделать максимально просто для себя. Грунт я тоже брала обычный теравита. У меня еще немножко было грунта с моего огорода. такого достаточно хорошего. Я все это смешала. И сюда высаживаю свои рассадки. Что касается срока в середину марта, в принципе, вполне подходящий срок. В теплой квартире быстро моя рассада начнет развиваться. Тем более, что я буду высаживать в открытый грунт. Еще пока что неизвестно, каким у нас будет май. Так что вполне она успеет дорасти до нужной мне величины. Тоже для удобства. Трофяные горшочки, они же немножко могут промокать. Вот я их составила в картонную коробочку. Просто мои поддончики пластиковые. Их в квартире нету. Но чтобы эта картонная коробка не размокла, я подстелила внутрь пакетик. И я думаю, что так она вполне сохранится. Все, томатики мои посажены. Теперь я поместила их на тепленькое окошко. И для того, чтобы не пересыхали зернышки, пока они зайдут, я сверху прикрою пакетиком. Как только они начнут сходить, я пакетик уберу. Ну, а еще в паре к томатикам у меня уже начинает сходить базилик. Вот это, конечно, сорняк. А вот это базиличок. Причем какой-то я купила новый. Вот он такой меленький. Совсем обычно я высеваю более крупный. А этот меленький. Ну, вот заодно и посмотрим, что с него получится. Может быть, конечно, я его высадила рановато. Но с другой стороны будет зелень. Так дома тоже зелень не помешает. Особенно весной, когда мы немножко ощущаем на себе легкий витаминоз. Вот даже хвостатая помощница пришла, попросилась на руки. Давно ее не было в кадре. Ну, как видите, я высаживаю совершенно небольшие объемы всего. С одной стороны, чтобы нам было и чего покушать. но с другой стороны, чтобы были силы все это досмотреть. Пока я высадила только томатики и базилик. Все остальное будет позже. Физалис и вот эта цветная капуста по информации на упаковках это апрель. Впрочем, апрель уже и не за горами. Потом ближе к концу апреля, может быть, даже в начале мая. В зависимости от того, какая будет погода на улице, я еще через маленькую рассадку высаживаю огурчики. Ну, мне так проще. Я использую те же торфяные горшочки. Мне достаточно, чтобы там буквально появился один листочек. Зато я точно знаю, что этот огурчик будет расти. Посадка напрямую в открытый грунт к сожалению, не всегда дает свои результаты. Например, в прошлом сезоне мне пришлось наверное раза три досеивать семена, потому что они по какой-то причине не всходили либо всходили крайне плохо. Арбузики тоже пойдут через рассаду. Ну, все это чуть позже. Если будет возможность, все это буду вам показывать. Ну, а пока что я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, что сейчас выращиваете вы на рассаду, какими способами. В общем, делитесь своим опытом и до новых встреч!